Ну что, друзья, третья карта в матче между VGaming и Bait, и теперь мы уж точно узнаем, совершит ли сенсацию команда Даниила Ишутина, или же все-таки здесь своим чередом будет очередная победа у команды VGaming. Ну что, Дарья? Я считаю, что прогресс должен быть постепенным. Сначала взять карту, взять серию, потом. Взять карту, взять серию, и на этом дивизион закончится, потому что как раз у них 0-5. Ну ничего страшного. Сколько у них этот матч и еще следующий, да? А со следующим, я не помню, с Gambit'ом, что ли, они еще не сыграли. Такого формата у них осталось. То есть со всеми топами или с Gid'ry они не сыграли. Не помню, короче, кто у них последний остался. Не, ну если вы хотите, можно посмотреть, конечно. Да зачем это формально? В принципе, пофиг, реально. Тут третья игра, опять они выигрывают монетку, это шанс. Хотя, с другой стороны, какая разница, если каждый раз Bain Pack opening? Ну, так или иначе, они закрывают оружие. На кастовую пака, я как пак, который кидает оружие. Я одна мистер-гейминг бы забанила, просто чисто из праздного интереса. Дрим Койл. Короче, Bain Pack. Bain Pack. Bain Pack. А я ставлю на Bain и на Квапу. То есть тут решит Дэнди открыть свою сигнатурочку? У него много таких сигнатурчиков. Я говорю, раньше вот, когда до этого DPC у него шли другие игры, Д2СЛ, он кучу их подряд сыграл, только последний дропнул, как ни странно. И там у него обычно была привычка не всю лигу спамить одного персонажа, а всю B3. То есть если он начал играть на линии, он будет все B3 играть на линии. Начал на войде, значит будет все B3 играть на войде. И так вот у него всегда и было. А то, что он здесь вот так вот прям без прерыва Квапу спамил. Но дань уважения тому, что она реально метовая. То, что она открывается на первый пик, она толком не закрывается так, чтобы это доставило какие-то суперогромные проблемы. И вот он ее и спамил. Но я думаю, что настало время расчехлять паджика. О! О! Они выиграют, они выиграют. Я училась играть, мне нужно было на инвокере в один момент учиться играть, году только в 14-м, когда появилось первое испытание всех героев, которое было не в компендосах, а в этом. Ну просто, как ты трофеи в личку себе получал. И я помню, как перед тем, как мне выпал инвокер, он чуть ли не первым мне выпал, у меня был специальный тренажер, который там на кастовую спула тебя учил по-быстрому. Ну есть такое, просто на сайте на каком-то рандомном. Да-да-да-да. Вот. И я вдохновлялась видосами на тот момент суперхайповыми с Дензи, которые вот как бы типа, то, что он как пианист играет. Но я могу сразу сказать, что есть... А, Вигемин точно луз. Одна причина, почему они взяли инвокера. Потому что Пак был в бане. И вот если бы Пак не был в бане, они взяли инвокер, я бы поверил в чудо. А так... Не, ну так тоже Дензи на инвокере. Это же... Ну, учитывая то, что Вигеминг делали бана, а потом ферст пик клопа, то они не оставили ему шансов. Ну, почему? Есть всегда Войт Спирит какой-нибудь еще, к примеру. Ну, Войта вот реально ни разу не была на ДПС. Вот на два целых до этого он катал. Что? Ну, ты имеешь в виду Адденди? Да. А-а-а. Адденди, Адденди, конечно же. Я, как бы, здесь игр не так много, и плюс-минус запомнить такую информацию яркую можно. Паджик был. Вот Паджик. Паджик, причем, а то ли это скимминг, то ли... О, это короче, смотрите, сейчас на закрывашку будет медовый Паджик, а это четверка инвокер по китайским заветам. Все, изи, прочитано. Лучше такая Кэрри инвокер, Паджик, там правда какой-то Паджик с Момом и Башером. Не, ну Сайленсер выглядит, опять же, вроде как... Против Бэйна Нормас. Против Бэйна, против того же инвокера, но на деле, действительно, герой очень такой... С ним нужно либо агрессивно играть максимально, то есть появился глобал, пошли в атаку, нажали глобал, раскидали с пылы, сделали минус, забрали вышки, отступили, последующий глобал опять напали. Либо очень круто играть вторым номером, когда, наоборот, на тебя нападают, ты там не даешь. Но по факту, вот мы даже видели игру, там Сайленсер купил себе рефрешер, это Нави играли, у него был еще рефрешер с Рошана, он дал три глобала в драке, импакта от них не сказать, что было много. Ну потому что это глобал, потому что снимается лотосом, снимается ВКБшкой, никак не мешает передвигаться, ничего, не наносит урон в конце концов. Главное правило игры против Сайленсера, просто нажать ВКБшку после глобала, все. Более того, сейчас на каждом карре появляется Сатаник, Сатаник снимает глобал, то есть там два Сатаника в команде или один, пару лотусов, Грейвзы, ВКБшки и все, и Сайленсер уже совсем не так крут. Поэтому с ним надо играть именно вот постоянно, постоянно наращивать преимущество. Преимущество. Вообще, смысл забирать его настолько рано, это хороший вопрос. Ну такой, как, знаешь, тоже получается бесполезный с точки зрения идеи, которую ты показываешь в драфт. Просто пятерка. Просто пятерка. А как думаете, это Квас Векс или Экзортовый все-таки инвокер от Даньки? Да пофиг. Не, я думаю, что это Квас Векс. Ну потому что, мне кажется, Дэнди, вот две игры он играл, он такой типа спейсер, он любит как раз бегать по карте, создавать движуху. Ну то есть инвокер, он так или иначе, он все равно стремится рано или поздно дойти до 25-го, там, 30-го уровня, чтобы у него все было раскачано, были таланты, был аганим. Просто есть два пути. Можно сыграть через Экзорт, заварить Мидас, где-то там санстрайки кидать и фармить, а можно купить весел и очень сильно напрячь оппонента, за счет этого затормозить темп его и чуть ускорить свой. Все равно покупается Мидас, зачастую после этого, ну как в прошлой игре, потому что Мидас появился на какой-то 24-й, что ли, минуте или около того. Ну то есть все равно инвокеру нужно так или иначе выходить в то, что этот герой должен кастовать все свои 10 заклинаний. Лично мне кажется, что с тех пор, как появились 30-е левела, особенно в том виде, в котором и не сейчас, когда ты таланты постепенно качаешь, ну не так критично опоздать Мидасом. То есть раньше там ты реально к лейту должен с этим Мидасом максимальный импакт внести, потому что после 40-го минуты у тебя уже должно быть 6 слотов, и левел, ну, практически предельный. То здесь наоборот, самая задница с Экспой начинается после 25-го, и поэтому как бы выкидывать его, даже когда у тебя 6 слотов уже собрано, ну, такое. Зачем это делать, если можно не делать. Так что, в принципе, самое главное, что он до сборки Мидаса сделает полезного в игре. Да, ну вот сейчас посмотрим, если это комбинация какая-то под Sunstrike, то уже неплохо было бы забирать что-то. Вообще, вот никто не отменял старую, добрую, там, какую-нибудь Равагу с катаклизмом, которая может реально просто... Вы видели вчера билд, кстати, Амара, Дефакера? Надайди. Нет. С Сатаником. С Сатаником. И что? А уже с помощью этого Энчер Смэша, да? У него там не было больше предметов на дэмэдж никаких, и на бой таких вот, знаешь, которые на Тай Хэддер дэмэдж, но там был Сатаник. Я так понимаю... И он выиграл? Нет. Не удивить. Тогда... Нет, подожди. Насчет этой карты я бы еще уточнила, мне нужна проверочная информация, потому что я помню этот билд, а потом то, что я ушла смотреть Нави. Вот мне было немножечко недавно. Просто как бы смысл на Тайде, на котором у тебя и так пассивка, которая с тебя скидывает все, собирать еще и Сатаник, тем более первым слотом, когда у тебя нет какого-то овердэмэджа, это весьма странно. Просто, ну как бы, они, конечно, гении там в OG, но иногда смотришь на их билды, и они идут просто в разрез логики. То есть не просто там... Не, в Ру он выиграл, да, и они же против Альянса вчера играли. Он выиграл. Да, это была первая карта против Альянса, там был... Сейчас надо дотлобав открыть тогда, посмотреть насчет билда, что у него... Ну, это очень интересно, потому что зачем нужны такие вещи? Ладно, вернемся к драфту. О, здесь появляется у нас... Ну, кстати, удивительно, что УД вообще дожил до такой стадии, и это создает некоторые проблемы для кэрри линии, для легкой линии бейтов, потому что теперь есть УД Никс, которые будут напрягать. Есть только, правда, один такой хороший бонус у них, реально хороший. Потому что Бэйн — один из тех суппортов, который реально УД осложняет задачи раскаста Метеора. То есть ты стоишь постоянно в позиции, за вышкой, если кэрри уже ушел, если кэрри еще на линии, то рядом с кэрри. Как только УД прячет, начинает набалтывать Метеор, сразу ему Найтмар, и все. Просто не каждый саппорт это может сделать. Но, тем не менее, линия все равно очень неприятная. Это эти натурные линии от VGaming на харде. Они уже так играли, они выигрывали. То есть они решили по минимуму экспериментов провести. И здесь один из таких способов это сделать. Опять же, Паджик писался бы получше, Никсану. Да и B там Паджик все еще вписывается. На самом деле нет, но просто мы очень хотим увидеть. А здесь ТБ. Инвокер ТБ. Как бы только что проиграли этой связке, а что бы не забрать самим. Но здесь... Зря они так рано открыли у противника, корни открыты. Здесь очень важно, что если в прошлой игре единственным героем, который должен сражаться с ТБ, была Луна, и она была априори хуже, то здесь будет кэрри, который будет сражаться с ТБ, но будет еще одна такая такая... Джокер, знаешь, как я играл в дурака со скрытым козырем? Когда ты типа играешь до конца, а в конце под козырем лежит скрытый козырь, и ты берешь, и все меняется. Так же и здесь. Скрытый козырь — это ОД. Потому что когда кэрри вроде бы умер, вот ТБ такой, да, я всех победил, у меня закончилось БКБ. Ба-бах! Сэнтис Эклипс. Компьютер взорвался от того, что инвокер нашел катаклиз. Короче, рассказы пробил Тамара Дефакера. Сначала появился Блинк, потом Алибарда, потом Массатаник, потом Кирасу. Выиграл. Потрясающий билд. Надо посмотреть эту игру. Советую. Но, знаешь, это... Вот каждый раз думаешь, вау, такой билд, надо сделать по ней дата-скоп, включаешь, а там и Лайенс просто не жмут кнопки, и... Так оно и было в той игре, да. И нечего разбирать. Типа, потому что билд на самом деле не работает, просто соперник был слишком слаб. Но посмотрим все равно. Но для начала мы посмотрим эту карту, потому что здесь реальные шансы у Бейт. Вот им теперь взять какого-то героя на оффлейн под это все. Типа вот того же, ну, интересный бан и Вигеминг. Они реально поверили, что возьмут под инвокера, точнее, под ТБ не только инвокера, но и Лекана, и будут бафать его вообще всеми героями. Но мне кажется, стандартный такой персонаж, танк какой-нибудь, который пойдет вперед. Ну, как в прошлой игре был бы там. Марс можно до сих пор взять тоже хорошо. Шикарно. Он никогда не портит картину. Просто не портит. И герой сделан так, что лейнинг стадии у него безумно сильная, и прииграть на ней, ну, сложновато, я бы сказала. Тем более, что у тебя здесь, скорее всего, как в прошлый раз, будет Бейн четверка, и пятерка Вивер. Хотя с Вивером вместе тоже отлично постоит. А может быть Тайда? А Кентавр не в бане, кстати. Кентавра могут еще раз Бейт попробовать. Тайду лицо сломает ОД, понимаешь? Ну да, но тут как раз-таки проблема в том, что Тайд, Кентавр, они здесь... Нужно, смотри, почему Марс? А, блин, его забанили все. Марс-то, да. Тогда отложим. Нет, с Марсом я не спорил. Тут в чем самая лучшая ситуация, то, что ты собираешь БКБ, и у тебя практически ноль проблем. У V-гейминга нет контроля через БКБ. У V-гейминга мало дэмэджа через БКБ. И, собственно, что здесь можно предложить? ОД? Вот ты реально соберешь 10-секундное БКБ, и у тебя не будет... Ну, 9-секундное БКБ, и у тебя не будет проблем... Нет, согласен. У Флэннер, который собирает Блокинг Вар. Да. Вот, и в этом мой самый главный поинт. В принципе, можно также взять Кентавр, вот был в предыдущей игре, это V-гейминг, попробовать его. Тайдхантер не знаю, вот хочется что-то все-таки такое поюзабельнее. Все-таки как-то Тайд, он фармит, много ресурсов отнимает, а потом дает тревочек, который себе БКБ. Флэннер с БКБ, что-то вертится на языке, вот... Можно Беттика взять и закрыть двух зайцев. Кстати, Беттик вообще... Или Стэнкинга, например, Пижон на нем играет, почему не попробовать? Все. Димон, ты кого похоронил? Покажи пальцами. Этих или тех? Не, не, просто... Просто похоронил. Димон просто похоронил. Димон просто похоронил. Кто-то технически может собрать... Оу! Войт. Они играли на нем. У Наива-то когда-то была сигнатурочка, когда он еще в Империи играл, я помню. Он был что-то типа Скиттер из СНГ, у которого был Войт с сигнатуркой, которые на нем... Ну, как бы все обвиняли, что он плохо играет. А потом Скиттер взял и всех размотал. Не, ну тут жестко. Тут и Войт как бы может раздать урона, и УД туда накидает. Это решает проблемы с контролем, помнишь, которую мы обсуждали только что насчет контроля через БКБ. Хороший купол. Даже не позолоченный, просто обычный хороший купол. И все будет решено. Не, ну это жесть. Какой Веномансер опять? Я ставлю все СМХ от выигранных на первой карте на бейтах на бейт. На бейт? Да. Воу-оу-эм. Не, я вообще веник. Я не верю в этого. А нет, а я хочу как-то, знаешь, поддержкой передать им сил, потому что я тоже не знаю, как веник здесь себя покажет, но, как правило, я просто предвзято к венику отношусь. Может, что-то хорошее будет. Но я не вижу от него предвзято. Это от обратного. Это предвзято Вов. Давай все-таки. Ну, я не верю в веника. Сверху за вегейминг, хата и за бейт. Бейт. Ну, а я на вегейминг. Ладно, друзья, давайте посмотрим, что думают наши замечательные партнеры из Винлайн. Есть ли коэффициенты? Есть, конечно. 1.24 на вегейминг. 1.34, прошу прощения. 2.8 на команду бейт. Но я не смею вас больше задерживать, потому что Lost там уже пытается ворваться в этот кадр всеми правдами-неправдами. Собственно, Lost и Jam для вас прокомментируют заключительную карту этого БО-3. Не знаю, стоит ли мне тут что-то говорить. Возможно, стоит сразу передать слово Димону, потому что тут уже вовсю ворвался, говорит, с двух пальцев, с двух ног. Это коротковейники. Чем тебе вина мастер конкретно не нравится? Нафиг он нужен. Квапа прыгает, Войт прыгает, все прыгают, бегают, летают, в общем, перемещаются. Нужен контроль! Стан, дизейбл, что угодно, купил яйцвеник. Нафиг он нужен? Ты посмотри на их драфт, там контроля, там его нет почти. Ну, под ТБ действительно и правда. То есть инвокер один, он все это дело не переконтролит вообще. Вообще никак. И что у инвокера из контроля есть? В колл снэп, который, ну, такой себе, и который контрит с ПКБшкой, то есть, ну, это мелочь Торнадо. Потом Виви, здоровая Вивера, Веник, я тоже ничего не умею, ТБ, здравствуйте, передо мной нажимая ТП-аут, и там, по-моему, Бэйн еще. Да, это единственный бедняга, который будет строиться изо всех сил, но я за Вегейминг. Но вспоминая последнюю игру ТОБи на Виноманстере, Виноманстер там был просто шикарен, конечно. Но это крайне редко происходит. Вот, ладно. С другой стороны, в этот раз у Вегейминг лейт, такой, я бы сказал, да, уверенный с этим Faceless Void, да, с хроносферой. Ну, я бы сказал, у них комба. Да, да, но, опять же, единственная проблема, как по мне, это то, что Faceless Void не так быстро фармит, как ТБ, потому что ему нужно время, пока он там, не знаю, там будет, он меда собирать в этой игре не будет, но, может быть, через молнии будет играть, но пока он выйдет в свои арты, это много времени, как правило. Это игра за 40 плюс минут, там вот это вот все, и только потом Виноманстер начинает, ой, не Виноманстер, а Faceless Void начинает всех убивать, как правило. Ну, тут у нас еще и Кваба, и ОД. Они такие хорошие герои в гейминге. По адхарносферу, да. Они все очень крутые скейтсов в лейт, они прекрасно себя раскрывают на артефактах, а у бейтов у них вот такие герои, которые, с одной стороны, они вроде бы и норм, да, но если бы противника не было Void и Queen of Pain, которые там прыгают постоянно 24-7. И надежда, понятно, что надежда на ТБ, который в прошлой игре их же и развалил, через Алакрити, и вот они сейчас этот вопрос подрегулировали, забрав себе данную комбинацию. Но против хроносферы Faceless Void там немножко другая история. Это не Луна, которая впитывает, это Void, который не дает бить. И тут, может быть, ситуация совершенно противоположная, где на ТБ ставят хроносферу и просто разрывают через Eclipse и Sonic Wave Queen of Pain. Ну что ж, пока 2-2 по баунтирунам. Здесь ровненько. И давайте смотреть снова. Снова блочит спот, только в этот раз уже против команды V-Gaming. Queen of Pain не сможет налево нормального типа фармить, потому что крипов не будет. И снова этот пятерка Саленсер на линии. Так, Сай, ну-ка. Ну-ну-ка. Саленсеру здесь нужно быть максимально аккуратным, потому что ты лишний шаг делаешь, и вот у тебя уже половины лица нет. Все. Нужно теперь регениться стоять. И это будет постоянно происходить. И Void'а буду затыкивать здесь. Ну ладно, у Void'а хотя бы будет Temble, который хорошо работает. По поводу Сайенсера, могу сказать, что здесь нужно пусть богоится. Потому что если он богоится, то он не перетачкует двух ренджей. Он заставит за Фальс или с Void'ом. Бить в исключительных редких случаях. Обязательно вообще сделать так, чтобы его никто не бил. Если никто никого не будет бить Сайенсера. Это сложновато, против двух ренджей сделать так, чтобы тебя никто не бил. Вот, 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 видишь. Он выходит один в два. Добей, добей, Фальс или с Void. Добей своего же. Подвышечку. Добей, расставчик, лучший. Хорошо, хорошо. Сейчас можно еще сделать ФБ. Лагуна! Плюшка летит. Ну, как бы пятерка Сайенсер. Если что. Забайтил и развалил. Только пятерка Сайенсер. Ладно, ладно, Дима. В этот раз, можно сказать, гениальный поступок от пятерки Сайенсера. Бать подвышку в начале игры. Класс. Изи, изи, да. С другой стороны, что мешало Виверу не бежать под эту вышку, как говорится. Не знаю, не знаю. Ну, если бы он реально не бежал, то там шах и мат. У тебя пятерка, там, 10% хп. Да. Ну, да ладно. Сверху проблемки небольшие видим по хпшечке на данный момент ОД, но фаска есть, все нормально. Виномайзер в это время продолжает там стоять, бить крипочков по возможности. Он гель накинул. Он здесь, конечно, соло виномайзер. То, что он гель сейчас накинул, непонятно, зачем он у второго левела. Вообще непонятно. Маны, напомню, виномайзер они так много и гель по-хорошему нужно закидывать не в фаск-рисфойду, который просто стоит, а в саленсер. Да, вот в этом, вот этого парня. Вот в этого парня, да. И желательно, когда Вивер рядышком будет и желательно, когда он будет второго левела и желательно, когда будут жуки сверху еще. Конечно, конечно. А он житель на третьем, чтобы еще и джеминейт атак будет. Да, вообще будет шикарно. Поэтому я согласен. Тратить ману лучше не стоит. В общем, пока, на удивление, фаск-рисфойду чувствует себя на линии более-менее. То есть могло быть все куда плачевнее и печальнее, но благодаря тому, что саленсер был на Аравиве, разобрали, фаск-рисфойду все ок. И если вот так вот линия будет пушиться под ее очечку, то фаск-рисфойду опять же будет доволен. Там можно, если что, топорик выложить, добить клипчика, можно обратно его поднять. Там много вариантов, что делает фаск-рисфойду. Так что все будет нормально. О, как по-другому. У них петербург сальне сердце спиной. Я посмотрел еще там УТБ. Потому что там линия так-то... Ой-ой-ой-ой. Или не так уж все плохо. Еще тычечка. Ладно, наригенивается ТБ еще. Выживать. Эрол, ошибка. Зеркальная ошибка почти. Почти еще тычка. Тычки не хватило. Он мог повторить судьбу Вивера. Мог. Да, но в любом случае вот ОД это один из самых неприятных хаффлайнеров для ТБ. В последнее время, когда ходил на легкую, я что-то регулярно сталкивался с этими ОД. Он просто дает тебе тычку с арбы, еще пару ударов, и у тебя же третьих ОП нет. При этом он еще регулярно там забирает рейджейн, допустим, когда прячет тебя в Астрал. У него куча брони, куча урона. Вот он с Бэйном потыкался, все, у Бэйна вообще ничего нет. И против ОД особенно и стоит за ТБ супер неприятно, просто потому, что там честный урон. А в миг, посмотри, какая красота происходит. Дэнди 20 на 4 против Квин оф Пейн. Люба дорого посмотреть, как говорится. Даня. Даня, да, хорош. Даня вспомнил молодость, он пошел. Раскликался. И разнес, да, и разнес Квин оф Пейн. Так, что у нас по Нетворсам, да, да, они и правда, ой-ой-ой. Хороший гейл, у нас очень хороший гейл, по Сайленсеру, вот он раз, двойная течка, два, они ему пол ХП сняли, в этом фишка. То есть, вот так вот еще один гейл, и Сайленсеру, опять же, ну, нужно постоянно пласки таскать, а потом нужно еще и Фесс Лис Войда мазать, потом еще и себя. Много чего нужно тут на этой линии делать, поэтому, вот если такие гейлы закидывать, все будет ок. Но, но если обратить внимание, да, мы видим, что у Виномайнсера маловат Нетворс. Фесс Лис Войда, который стоит против него, топ-2, а у Веника топ-5. Это не то, что хочет, ну, да, короче, это не то, что хочет видеть команда с Виномайнсером, потому что он приходит в сложную линию, и Войт топ-1 по Нетворсу. Че это за фигня? Нафиг ему тогда нужен, этот Виномайнсер? Ну, да, я согласен, то, что он недофармливает Виномайнсер на линии, это не есть хорошо. Баткоп по таймингу, залетает, мана остается мало, но не хватило, чтобы забрать в итоге урона ТВ здесь. ТВ продолжит фармить Дэни. Смотрю, что ушел в инвиз. Прятался пока что от Queen of Pain. Просто квапа 6-го левела, опасненько, потому что можно фулл-рассказ получить. У него фейрик-фай есть, я думаю, что здесь будет нормально. Главное, чтобы он там с реагировал в армию. Если что, Бейн всегда может заступать, что если квапа обвинетится. Вообще, там принести бы себе чуть-чуть регенчика и таких ситуаций вообще не будет у Дэнди. Ну, он регенился, нормально. Ну, а с другой стороны, несмотря на то, что у Дэнди был хороший крип-статкой, но фейн его обгоняет. И вообще, его гейминг все три линии сейчас разваливает. Да. Ну, ОД это понятно, да, то есть это ОД. Он один из самых душных оффлейнеров, особенно против ТВ. Ну, я Войду удивлен увидеть, насколько хорошо хардящим. это ненормально. Так. Ой, хороший колл-снэп, жучки не долетают, и поэтому Хейс вне опасности. Там еще Бунтосик Вейн забирает. Ну, что-то снизу линия не задалась, откровенно говоря, вот с этого фида от Вивера все пошло не по плану, такое ощущение. И вот оставили одного Виномайстера, он такой, и что мне делать одному против двух героев, скажите мне, пожалуйста. Гейли он, конечно, помазал сейчас Антоху, и, скорее всего, он сам погибнет. Да, Фейс Лис Войду добить Динарда. Это еще один минус на Майстера. То есть, это герой, который, если он приходит, он не выигрывает Ленин, то дальше, что он будет делать в игре, черт его знает. Он не особо контролит, да, он не супер такой выживаемый, если он не наберет у себя кучи вещей, если он видит, откуда у него вещи появятся, здравствуйте. Да и хроносферу не особо переживает. То есть, это реально герой, который, вот именно против этих героев, он непонятно вообще, зачем нужен, зачем мы его взяли. И пока это фри игра для Фейс Лис Войду. Вот у него есть маска, приходит веник, Фейс Лис Войду нужно только принести себе еще сапожок. Он просто прыгает мину, сжимает Момо, убивает. Все, без вариантов. Вивер, конечно же, может изменить ситуацию, но против хроносфера там ничего не поможет. Снизу будет битва сейчас, перетянулся сюда Антоха, здесь уже Хейс и хроносфера в итоге залетает в виномансера, виномансеров снова отправляются. Нет одного башен. Да, я видел, да. И из него справляются. Плюс еще интеллект, кстати, не забываем, для ассаленсера здесь. Да, вот теперь нужно посмотреть на раскачку веника, потому что, по-моему, он змейку не вкачал ни разу. Ну, в один он вкачал, но с этой змейкой сейчас Лис не пофармишь. То есть, обычный веник, да, он либо унит линию первым, вторым, и забирает все с фарма, либо качает змейку, идет фармит Лис. Сейчас у него, скажем так, теперь змейку там многого не нафармит и на линию он тоже. Выбора у него особо-то нет по игре на данный момент. Вообще, я согласен. Изначально, изначально, ты понимаешь, ты смотришь на эту линию, с одной стороны, у тебя горит от того, что у тебя пятерка саленсер на линию, но ты понимаешь, что линия напротив еще хуже. И вроде уже саленсер не так плохо смотрится на лане, так что да. Окей, по итогу мы видим, что виномансер 2 400 имеет по фарму, это очень мало, это не то, что такое, что и тилфлайнер, Антоха здесь подставляет, но за него копейки дают. За него дают очень мало. За него там есть и золото. Я думаю, попал выше зафармил, забрав пачку в меня. Не знаю, а вот как у Вилл Веник, я как Юлиц Цезарь, палец вниз и все, и даже 2 пальца вниз. Знаешь, вот не знаю, показывали 2 пальца вниз когда-нибудь, но тут, по-моему, все очевидно. 2, может быть и 3 показывали, я не знаю, вниз когда-нибудь, но возможно. Но тем не менее, тем не менее, про Мадви Гейминг, да. У Д здесь, наверное, заберут. Хотя, слушай, да нет, пока живет, еще убегает, ничего себе. Видишь количество его брони ХП? Да. Заберут его. А сюда уже Queen of Pain перетянулось, Arcane Curse залетает по двоим. Можно попробовать ворваться с Sonic Wave, но нет, не стала Queen of Pain рисковать. Вот УД как только просит Meteor Hammer, это вообще жесть. То есть он дает тебе астрал, дычку, вот эту штуку закидывает, и там уже больше половины ХП теряется. только с этого. Я уже молчу про обычные тычки, я уже молчу про гуль, которые он может дать. И вот он здесь. Зачем-то к нему уйдут все. Ну реально, может быть, Саленсера получится забрать. Опять Саленсер. Да, отыгрывает, впитывает, так сказать, самый плотный герой в себе урон. Ну, ничего страшного, за него дает и правда копейки. В это время ТБ уходит фармить леса, но это стандартная практика, но не стандартная ситуация, когда у тебя такая разница по фарму у кэри обеих сторон. Пошел. Митер Хаммер по таймингу и до свидания. Вот о чем я говорил, да. И почти ни один герой против этого не стоит. То есть там уже какие-нибудь на Айкс с Рейджем что-то могут сделать, но они как бы не метовые, поэтому это особо не считается. И УД на топ-1 по Нетворцу. Он только что завалил Мидера. Мидер сейчас у Бейтов это топ-1 по Нетворцу в его команде. И вот так вот легко с ним справляются УД. Ну да, и коэффициент уже неутешительный. Ну что поделать. УД продолжает душить на линии. Разница продолжает расти между Фейсис Воидом и Террор Блейдом. Пока что Яша на подходе. Слышу где-то ЕМП. ЕМП далековато взрывается. Никого я в итоге не надомажила. Видимо это просто оборонительное какое-то было ЕМП. Ну, неважно. Вивер просто убегал, я смотрю. А сверху продолжает вышка гореть потихоньку. Я смотрю, Митер Хаммер отрабатывает опять же у УД. И боюсь, что один Бейн здесь не справится с защитой вышки. Вышка такими темпами очень быстро упадет. Ну и снизу Воид не прочь пофармить и Змеек Виномайнсера в принципе. Ну он уже готов к любому плюс-один, чтобы забирать Веника. Вот ему на башне не предсказал героев. Так. Поэтому ОПА ОТБ. Капуси надо позвать Соник Виум. И они забирают либо ТБ либо Веника. Вот там Вивер. Сюда прям уже наваливаются Бейты всей семьей. И... Ну в Бейн разок... От дефа под хроносферку-то под глобал. Да, они могут у них есть... Под глобал попробовать скомбинить. Просто Никс уже выехал. Какая-то Квин оф Пейн делает ТП. Не увидел. Если, конечно, они сейчас пятером навалятся, то тут уже как вариант просто отойти. Тут сейчас Никс покажет. Видят. Никса нашли. Никса Сассина нашли. Он прожрал Карафейс. Квин оф Пейн уходит. Виномайнсер накрывает его хроносферой. Ну... Да. Виномайнсер до свидания. Барщики-барщики прокают. Пойдет. Барщики на прокали. Так, вот здесь ОД может быть еще кого-то перехватит. Нет, никого не заберет. Да, да, да. Вот этот дефолт-имов когда приходит и забирает на халяву вышку, он, конечно, работает, где у вас там ну хоть какой-то вариант для замеса имеется. А сейчас у них варианта для замеса вообще нет. Есть один инвокер, который что-то делает и остальные герои, которые фоткают. Естественно, с четырьмя фотографами в драке делать нечего. В итоге у нас замечательный ганг-сетап, где подник с Ассасином они разрывают вообще любого через Вендетту. Ой, Бонтосик. Бонтосик забрал. И готовы, смотри. Да, смог. Очередной прожимается от команды Вигейминг. Готовы драться. Зашли пока что на вражеский треугольник. Видят вроде как подвышечкой сейчас Пижона. Могут в теории на него попробовать напасть. Но нет, не хотят. Продолжают просто ждать либо фармить. Я просто не вижу отсюда, что там происходит. Смотри, он аккуратно фармит, видимо. Да, там вот так змейнички аккуратненько ставят, чтобы его не приняли. Но, кстати, перетягивается Бейт на свой треугольник сейчас. Но будет удивление, что там крипов-то уже нет. Это зафармлено. Ну, Квенов Пен оттуда уже свалило. А, нет, крипы на месте. Все нормально. Слушай, а что там тогда делали так долго игроки команды Вигейминг? Сверху. Опа. Башек, кстати, залетел и неплохой такой. Башек вылетел в итоге по лагуне. Там еле-еле и Вивер убежал. Это буквально один удар был, если что. Да. Ужас, конечно. Воит и его баши это отдельная тема для разговоров. Особенно помнишь, когда их переработали, когда там 4 могло вылететь по порядку. Завтра время было. Вообще жесть, что происходило в доте тогда. Да. Но тут у нас попытка очередная забрать вышку от команды Бейт. И один снизу, прожимается форма от ТБ. Пошли пока что пушить иллюзии при змейке Виномансера. Вышка рано или поздно упадет. Очевидно, хоросферы уже нет, поэтому надо все-таки дожать эту вышку, воспользоваться всеми, чем возможно. И Нокер покупает Мидос. И теперь он так тоже будет слегка подфармливать, но общая тенденция пока у Бейта просто никакущая, потому что, ну, как минимум, ему нужно тратить слишком много ресурсов, чтобы защищаться от вылазок Никса Ассасина. Вот такой вот Саппорт, да, он вроде бы ну, просто четверка бегает, а с другой стороны нужно покупать дикое количество сэндри, чтобы мешать ему ганговать себя. Притом он сам может укупить сэндри, снести вражеские сэндри, тогда вообще просто иди и вешайся на саппорте. Вот бегает Бейн, какой-то, у него сапога нет. Из-за того, что он приходит слишком много покупать расходников. Ну, повод успокоилась немножко игра у нас в плане количества экшена. Вот снизу, возможно, что-то будет сейчас. Да, будет праку. Ульта была лишняя, Антоха тут продолжает отдуваться за всю команду, впитал в себя просто ультимейт Бейна. И вот она хроносфера под двоим героям. Войт пока что пытается забрать инвокера. Инвокера из стана просто не выпустили, Дэнди погиб. И следующий на очереди это, скорее всего, Бейн, который тоже ставится в таверну. Да, суммарно минус 3, если брать еще фраг на Виномансере, да, если посмотреть. Ну и Метеор продолжает работать, игрушка упадет в миди, это еще один минус. Будет. Ну, я думаю, то, что Бейн, они им хозря вот так вот прям под вышками навязывают активность. Герои вегейминг, они очень мобильные. Где-то Квапа прыгнет неожиданно, где-то Войт подойдет с таймволка. Слишком много вариантов, как быстро перетянуться для вегейминга. Вот такие вот загулы под вышкой, они обычно не прощаются. То есть, да, они одного героя заберут, но потеряют там двоих или троих. Естественно, все размены будут в сторону вегейминга. Да, так и есть. Ну что ж, вышка бы упала в миде, как мы предполагали. 4 тысячи уже за командой вегейминг. Продолжает преимущество расти и нетворс и, соответственно, коров. Пока все еще непонятно роль веномансера здесь. Каков был план вообще с этим героем, потому что нетворс очень печальный, я бы сказал. Зато понятно роль. Как для оффлейнера. Зато понятно роль, да, он всю игру бегает, кого-то разваливает. Да, да. Сначала инвокер убил стопом нетворса, потом веник развалил. Он везде где-то вот выносит импакт. При этом в будущем очень хороший сейн. Вот. Сейчас в троносфере в очередной раз нет, поэтому это попробуют забрать центр с тележкой. Да, хороший вариант. Хороший вариант. Главное не ставить им в куче. Еще, может быть, Антоха Пацетта. Антоха! Вбитывает. Вбитывает. Шестой фраг будет сейчас на нем. Должен быть, по крайней мере, да. Погибает. Просветочка залетает в Дэнди. Дэнди успеваю туда его спрятать. Сейчас будет подкопчик. Сюда набегает воин. Нет, конечно, на сферы все еще. Но есть ультимейт. Есть глобал. От Антохи врывается Queen of Pain. Соник Вейв будет ли? Соник Вейв в КД. 7 секунд еще. Эх! Как бы сейчас ультимейт Queen of Pain зашел, конечно, в этом моменте. Был бы хорош. Но его, к сожалению, не было. Ну что ж, байбэк был потрачен. И отступают пока что парни из команды Бэйт. Отыграли, кстати, неплохо Дениншок. Я смотрю, 2000, аж за эту драку. Короче, такая драка, то есть байбэк вообще не понимает, зачем он байбэк Зачем вообще нужна была этой драка? То есть просто приходят бейт и забирают вышку. Да дайте ему эту вышку. Все, пусть забирают. Они до этого прекрасно размялись у них тетрер сразу и выше. Потом с трансферы бы еще раз вышли, а так они зря байбэк потратили. Но сейчас все кулдауны на месте. Да, то есть Войт уже готов, Queen of Pain имеет Соник Вейв вот он бегает еще кого-нибудь поцепит. Да нет, мне вряд ли. Одного саппорта уже забрали уже хорошо. Это лучше, чем ничего. Можно продолжить кушать, хотя там вышка все еще стоит наверху. Можно ее попробовать забрать. Сейчас увидит Вивера и там еще и лукер под вышкой крысит. И пока ребятки отходят. Рошан от таких героев падает довольно быстро. Да, освоит не самый крутой дамагер, он не урс и темп расстайся, но у него с другой стороны меч еще и Queen of Pain и УД, который тоже нормально прошел наваривать. Единственное бейт и все это спалили. Выгейминг все поняли. Тут же нашли Вивера и выехали. Да, летит уже Метеор Хаммер. Вивера успеет ли спасти? Вряд ли. Слип? Да, без шансов. Плюс халявный интеллект также не забываем для Саленсера залетает. Ну вот со змейками не очень хочет бороться, тут по-хорошему нужно выйти, восполнить маму и вернуться со всеми ресурсами обратно замес. Ну Вивер пока выиграл время, в любом случае для своей команды. Ведь гейминг не пойдут пока что на Рошана. Но опять же опасно идти сейчас самим бейтом куда-то вперед, потому что хроносфера есть и страшное оружие. Что делать с этим нет. Не сейв у противника хорошего, то есть лип это не сейв от слова совсем. Секунда времени, так скажем, для тебя. Учитывая, что у них весь трав завязан на ТБ, то есть что там у нас по сути инвокер бафает, веник нажимает ульт и ТБ делает почти все. Нужно просто поставить хроносферу в одного ТБ. И до тех пор, пока у Вивера не будет аганима, ТБ падает от таких героев. Так, ну что, выход. Есть глобал, можно поймать кого-нибудь, хоть кого-то нужно ловить. Врывается Queen of Pain, подкопали Дензи, Дензи хотят забрать, выжигают ману ему, Аркен Керзулит, а это Дензи отпускают. Папа с ультой так-то может добить. Да. Ой, хороший не может добить. Там еще один Queen of Pain. Ну, да. Да, без шансов. Там дальше, дальше, дальше надо. Это в любом случае хороший момент, да, хроносферу можно было бы попробовать реализовать, но не на кого ставить уже, раз в рассыпную убежали отсюда. Бэй, Бэй, ты? Бэй. здравствуйте. И Метеор Хаммер. Поехали. Бам. До свидания. Швечащий минус 2. А, чем там тем временем занимается ТБ? ТБ, я так понимаю, хочет себе дофармить скади хотя бы, только уже с этим артефактом приходить в драку. Ну, логично, в принципе, звучит. Ну, а там выход на Рошана, кстати, от команды VGaming. И они его быстро заберут. Ну, да, инвокер у нас далеко, он здесь, в таверне, когда появится, даже если делать это, он тоже не особо ничего не помешает. Атмосфера, более того, в VGaming все еще имеется. Там вроде как набегает веник, вот он там бежит ставит змейки, но он один ничего не сделает. Нет, импакт веномайсера, конечно, забей в этой игре. Ну, ну, классический веномайсер. Да, видимо. 1-0-3, тем временем на VGaming от венлайна 9-3 на VGaming. Пошла хроносфера, поймали ТБ, кстати, держу в курсе вас. И он умирает, не успев ничего сделать толком. Умирает также, в принципе, его тиммейт на веномайсере. Это еще один минус, и пошел какой-то конвейер уже, откровенно говорят, команда BATE. Можно попробовать еще и Лагуну забрать здесь. Выбили Аегис из плюсов, наверное, но это полностью устраивает VGaming. Они готовы ловить еще кого-нибудь, вот, например, вот этого парня. И Метеорхаммер в Бэйна залетает, а он уже умрет. Ну, и вот он у Дэма просто бегает всю игру, где-то начинает Драку постоянно закидывать. Метеорхаммер, если что, можно это подставить. Ультимейт он накидывает сейчас довольно-таки круто, у него приличный нетерос. АТБ мы видели, то есть, если бы приходит Дракуа, у него даже если БКБ будет, там все равно велика вероятность, что он отъедет за хроносферу, и ему в его команде, кроме Вивера с Аганимом, никто помощь не способен. Итого у нас 6000, ребятки уже перетягиваются наверх, вышечку потом еще заперут, АВАМ-пост. Ситуация такая, что если сводят против такого драфта, даже, ну, ему не имеет никакого смысла покупать Блокинг Бар. То есть, просто пакуемся в статы, там, чем больше статов, чем больше урона, тем не менее. Вот, и он уже будет разваливать. Ну, Т2, вышку в любом случае пока не могут забрать Вигейминг, они не торопятся. Оп, опять отрабатывают Вижн, Вивера подцепили здесь. Сейчас у них кулдаунов нет. Должны понимать, что там Вард. Вард должны, что понимать, стоять должны стоять. Это тоже, да. Это уже просто не первый раз, когда здесь ловят. Так, окей, что там у Дэнди? У Дэнди Мидасик продолжает работать, Дэнди собирает себе Блокинг Бар. Отлично. УТБ, не поможет против хроносферы. УТБ еще долго здесь доска де фармить, если так посмотреть. А тем временем группируется Вигейминг в миде. У них должна, по идее, скоро откатывать хроносфера уже. 38 секунд. Можно попробовать реализовать ее где-нибудь. ДД есть, кстати, бутылочки у Хейза. О, Бэйн нашел, смотри. Хейз, глобал. Да. Глобал спасает. Купа у нас просто отступает, да, ровно дабл-дэмэджами все еще присутствует. Нужно дождаться, когда ее средненький притянутся на нас. Там Никс уже перетягивается, сейчас кого-то найдет. Плюс Салин сейчас хастает. Вот он Никс, вот он вид герой. Но его сейчас увидит на Сантри Варде. Сразу дасты. Да, Крапейс пока отрабатывает, выигрывает время. Выигрывает время Эрроу, чтобы команда перетянулась, летит Санстрайк. Эрроу, наверное, погибнет, но какая хроносфера залетает от Феста и Свойда? Гораздо больше. Сейчас сделают здесь Вигейминг. Минус 3 уже от них. Бэйт просто каждым мувом себя буквально закапывает прямо сейчас. Да, ну, Никс красавчик подбайтил просто прям хорошо. Забайтил вообще всех. Да, давайте посмотрим реплей, да. Насколько же долго и муторно забирать этого героя? Крапейс отлично отработал. Очень далеко за ним оттянулись бэйты. Да, там уже в конце было видно, что он осознанно вивер. Вивер на самом деле успел еще на таймлэп все уйти, но это, видимо, его и спасло, то, что он успел эту кнопку нажать, потому что иначе бы его еще забрали сверху в этой драке. БКБ готово у Дэнди, но поможет ли оно уже? Вот в чем вопрос. Нет. Окей, вопрос нет. В хоросфере ничто не поможет. ты задал вопрос, я ответил. Я же не в укорте. Спасибо большое. Почаще бы, потому что обычно я, знаешь, задаю этот вопрос так просто в воздух и не рассчитывая услышать ответ. А тут диалог неожиданно. А тут внезапно ответ. Ничего себе. Классно. Да, ладно, ждем с Кади для ТБ. Не думаю, что это тоже сильно повлияет как-то здесь по игре, потому что очень много уже у Фейслис Войда. Опять же, повторюсь, так не должно быть. По-хорошему Войд должен догонять ТБ по фарму. Но тут Войд, конечно, насноуболился так, что у него уже 13 тысяч золота имеется в наличии. Возглавляет таблицу рейтинга, так сказать, Нетворса. Чувствует замечательно себя. Продолжает скаутить Никс. Опять же, тоже приятная опция у героя. Многие забывают, что есть вот такая возможность просто бегать в инвизе и работать об серверах. Там набегает, набегает, езжать. Там в центре, по идее. Там просто Войд уже набегал. Ну что у нас? Вейгейм потихонечку перемещается наверх. Напомню, там по-прежнему стоит 2-вышка. Без ультимейтов они не особо горят желанием драться. А вот когда ультимейты есть, они развалят без шансов. Поэтому, ну как минимум, маленький плюсик для бейта это то, что они регулярно вот после кулдауна в Вейгейминг идут и забирают в них хотя бы одну вышку. Это как минимум хоть что-то. Маленькая разность. Ну что ж, вышка падает. Это 2. Сверху, может быть, то же самое сделают Вейгейминг прямо сейчас. И даже больше, возможно, заставив стянуться на базу бейт. Что вполне себе вероятно. Хроносфера через 7 секунд просто будет очередная. Да, и они готовы. Да, они готовы драться. Так, основной таймер Рошана еще довольно долгий, поэтому о выходе в Рошана речи быть и не может. Ну и причин стягиваться на базу вроде бы пока что нет. Никс уже не хочет заходить в свой лес. Или если хочет, то только с командой. Пока не с командой. Там прямо у бейтов все в центре варка. Они идут с командой. И вот теперь видят Никс Ассасина, но видят также и бейна. И решили не рисковать. Я думаю, что прочитали тут смог атаку бейт просто. Не, я понимаю, потому что вы гейминг решили не рисковать. То есть Бейн у нас подцепил Никс Ассайс, он сразу же отступил. В итоге бейтам нужно отступать вообще без вариантов, то что они некоторые остаются вот там снизу. Это ошибка, надо бежать, выходить. Так, Бейн у нас сразу же уходит. Бэшечка тоже убегает. Виномайсер моментально отступил в кусты и тоже сделал тапаут. Все, молодцы. Все дружно свалили из леса. Ну что ж, ждем появления Рошана, судя по всему. Полторы минуты, точнее даже две минуты основного таймера. Там еще неизвестно сколько будет доп таймер. За это время можно дофармить какие-то артефакты командам. Что-то у нас в скаде, но до скаде еще долго. Я не думаю, что ТБ успеет. Хотя, кто знает, подалакрите ТБ довольно быстро, конечно, все это дело забирает у себя в лесах в плане крепочков. Тут аганим у нас намечается для ОД. Кстати, уже практически готов. Давай так, он там не особо помогает. Это скаде, нет какого-то морфлинга, нет какого-то героя. Ну, стады, замедление, вот этого знаешь. Замедление против прыгунов, ну, которые сами на тебя вроде как прыгают. Ну, тоже не особо, да, они захотят, войду, захотят, войду. То есть, здесь скаде, оно в корне вообще ничего не меняет. Ну-ка, ну-ка, пошел вирусчик, ножичков закинул. Таймлэпс. Ну, денежек дал войду, смотрю, плюс денежек. Оп, еще плюс. Нормально так, нормально так фармил. Да, да. Было вкусно. Приносите еще. Ну что ж, 9000 преимущество тем временем за вегейминг, и оно неуклонно продолжает расти. Можно пока что посмотреть на графики кэри обеих команд. Мы видим, насколько лучше дела, конечно, обстоят фестис воида. Ну, у него и фрагов больше, да и фармит он пободрее, ассисты зарабатывает с командой вместе. А, у ТБ 2 смерти. Да, вообще 1-2. ТБ пока стататак тебе. Славенько. Очевидно, что вегейминге ну, идти особо никуда не нужно. Сетап такой, что, вот в отличие от ТБ, с которым они в прошлой игре там бегали и разваливали, здесь, конечно же, посложнее забирать ТВРа, особенно, если бейты будут нарушаться позиции. Поэтому они ждут, они ждут, когда появится Рошан, тогда уже с Эггисом, возможно, у них что-нибудь да получится. Вот, поэтому, в свою очередь, желательно Рошанов не отдавать, потому что против Рошанов, да еще таким графтом биться вообще нереально. Аганим, Ода. Ну что, минута 30. Я думаю, что только через минуту 30 мы увидим или близко к тому какой-то экшен, потому что появляться будет второй Рошан, поэтому пока здесь ждем только ажтефактов. Аганим готов? Да, вот, да, это классно. Хорошее усиление. Ну, видно, насколько просто растянулись по карте снизу, возможно, Квин оф Пейн найдут сейчас. Квин оф Пейн, Хейс. Он успевает, вроде как, уйти. Торнадо, ЕМП. Мокер нужна помощь. Там ребятки набегают, но к попалу ходит. И Торнадо уже все. Так. Вивера там, Лотус купил. Да. Правда, и правда. Лотус это решение вопросов против Глобала. Сайленсера Пятерки, да? А Вивера, кстати, нашли. Видишь, что? Да. Был Вивер. У него есть таймлэпс? Да. Успеет его нажать. Да. Вот. Но теперь Виверу нужно срочно купить к ним, чтобы он как-то мог быть полезен после того, как он себя снимет Сайленс Лотусом. Клево. Но это еще столько денег. Да, это слишком много. Это причина, почему Вивер не очень любит играть против Сайленсера, просто потому, что ему надо покупать Лотус или У, чтобы снимать Сниглобал. Так что, ну, с чего-то надо начинать. Так. Снизу линия пушится, заставит, может быть, кого-то на базу стянуться из команды гейминг, просто здесь иллюзия, два Форджа, Алакрити, но видно, что не собираются гейминг. Главное, не стрянуть в Никса Сайс. вот он сейчас здесь бегает на инвокере, вроде бы все хорошо, да, он там колдует, 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 но Никса это дело может очень легко обломать. Ну, Хэна Фэйм, в Азии. Вообще, бейты сюда как-то вообще все дружно перетянули, что весьма странно, потому, что здесь не нужны все герои для сплитпуша. Нужно просто отсылать иллюзии НТБ, Форджей, кидать на них халакрити за инвокера, а всем остальным героям где-нибудь нужно там полн досики собирать, стакать лес, скажи, что угодно, лишь бы они поднимались по денежкам. Так, что, Даня, Даня, Травела? Травела или Хекс? Я бы Травела. Хекс хочет. А какой смысл от Травелов, если тебя уже душат по всем фронтам? Какой смысл от Хексы? Ну хотя бы контроль будет. Ну какой смысл, они все равно хуевают. Ну то есть, ты покупаешь безвыходная ситуация. Ты покупаешь Хекс и идешь в драку, в которой ты слабее. Чтобы он не купил, они все равно будут слабее. Ну знаешь, мне кажется, от Хекса больше толку в драке, чем от Травелов, если честно, по-какому. А драки для Бейт сейчас толку ноль, потому что противник хрегит. Вообще, я согласен. Любая драка не на Т3, для Бейтов сейчас полный провал, если Вигейминг... Ой, какая хроносфера! Добрый вечер! Говорит диспетчер Теи 2000 и отправляет двух героев в таверну моментально. Жесть. Вот давай так, Хекс бы хоть что-то изменил в этой ситуации? Ничего, вообще не изменил бы. Вообще бы ничего. Так, далековато, конечно, зашли Вигейминг, но могут себе позволить такую роскошь. Забирают здесь еще и Виноманстера гадюку задушили аж под Т3. Ну и можно забирать перевышки и заходить на ХГ спокойно. Да, да. Это поворот. Почему так легко? У меня один вопрос. Почему так легко? Не знаю, я говорю, Бейтам нравится где угодно, кроме Т3. Вот где угодно, это ГГУП сразу. Очевидно, что команда, которая подбирает Айгис, уже с таким преимуществом, она пойдет. Что делают Бейты? Идут в ответ. Идут, бегают в районе Т2. Что вы там делаете, мужики? Что вы там забыли? Пафармить ходили, очевидно. Так. Там поймали кого-то, по-моему, это Бейн, да, Бейн забрали. Ну и вот, теперь нужно ждать, пока появится Бейн, пока появится Виноманстер, а у вас уже бараки в миде горят. Эх. И что ж, да. Закопался там. У тебя Пауэрроу, Вещи легенец. Ему плевать. У него регион. Его столько. Дуды вообще нереально бить с его астралами. И как же хорошо Д. Ну, там в миде пытается вивер, крипскипать как-то, но все равно база-то продолжает гореть. Увы, ах, падает Т3, вышка. Торнадо. Уворачивается от всего. Пояс и с войд. Сейчас знаешь, многие кто смотрят этот вот матч и думают, а что мы ОД не берем? Он просто бегает и разваливает вообще всю карту. Он и сейвит, и дамажит, и инициирует вообще супергерой. И линию хорошо стоит. Да, вот он. Наш красавчик. А вот и он. Скоро БКБ, кстати, у него появится. Бэйн, купил гем. А это против Никс Ассасина, так понимаю, надоело, да? Судя по всему, уже все. Нет, это волевой гем. У нас есть волевой смок, а есть волевой гем, аганим у Вивера появился. Ну вот он, шанс, возможно. Вот, а вот и он. Ну нет, ну зачем? Почему? Ой, жесть, ой, жесть. Виномастера тоже заберут здесь, конечно. Ты понимаешь, что все фоткуют, как его убивают? А что делать? Там хроносфера, ты никак не можешь напасть нормально. Да, да, Ты нападаешь, получаешь купол в лицо и убираешь. Жестко, жестко. Ну и перетягивается наверх снова у нас и гейминг, добить бараки. Да. Байбэк. Волевой байбэк. 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 Байбэк, На характере. Давай. Сейчас будет битва. Спрятали кого-то уже. БКБ заранее. Хроносфера на ход просто. Ну это была иллюзия, ребята. Это была иллюзия. Вы что? Ай. Спрятали. Теперь настоящего нашли. Окей. Подкопать нужно. По таймингу. По таймингу подкопчик, что-то такое. Таймлэйр спасает ТБ. ТБ убегает на базу. Но там Войт вовсю уже резвится. Один Войт против четырех героев бьется здесь. Тей еще уходит и выживает вроде как. Даже Аегис из него не выбили. Еще один подкоп. Сейчас оригинального спрятали ТБ. Оригинального стирают просто моментально. И на этом, видимо, закончится, наверное, эта карта. победы все-таки команды VGaming. Или нет еще? Ну там Войт уже просто всех испепеляет чуть ли не под фонтаном. Не знаю. Они не сдались. Они не сдались. Они не сдались. Они не сдались. Борюсь и ты. Я максимально борюсь с тобой, чтобы не заорать прямо сейчас. Хайп как можно. Ну тут я не знаю, Димон, была бы тут битва хотя бы, драка, знаешь, вот драка. Она была. Скиллы летят с одной стороны, с другой стороны. Вот это вот хайп, хайп, хайп. Я не знаю, 10 секунд просто бегал. Да, один против четверых героев. Я даже Аегис не смогли ему выбить. О чем, какой тут хайп может быть? О чем речь вообще? И вот они... Что это такое, боже мой? Это уже издевательство, я не знаю, какое-то происходит. Ну пощадите. Имейте уважение к ветеранам ДОКа. Подожди, Габен всем участникам киберспортивных турниров дал возможность записать губки. Всем. Это их выбор, Саня. Им по кайфу. Смотри, пошла КВАПа, врывается в Песелесвой. ТП-шечка получил Лотос и пошел на передовую. Его уже УД... Вадимон, твоего очень капит. Его уже УД забивает с руки просто в Солянова. Даже в Песелесвой его не бьет, просто позволяет им подраться один на один. И это просто... Трон горит, когда не пишется. Дэнди, пока нет, пока жив Дэнди, игра продолжается, но трон упал. Короче. Ну, в общем, все помнят, куда я показывал пальцы, все пользуют, помнят. В чей адрес? В адрес Веномайстера, как по мне, вообще этот герой был, взгляд, непонятно зачем, каким образом он появился, чья была эта идея? Без понятия. Было бы здорово узнать. Но это останется тайной. Мы не узнаем никак, к сожалению, когда уже победители приходят. Ну, подожди, у нас есть студия аналитики, и им надо знать, им нужно знать и анализировать. Мне кажется, это будет хороший вопрос именно к тому, кто придет на интервью по поводу Веномайстера. Как вам вообще, ребята? Да я сразу скажу, никак. По итогу, ладно. Студия аналитики в сборе и разберет для вас более детально эту третью и серию в целом, и передаем им слово. А суперсенсаций не случилось. К сожалению, команда Бейт все-таки проигрывает, но нужно во всем видеть положительные стороны. Они все-таки забрали одну карту, что не было вплоть до этого матча вообще ни разу. Поэтому мы Бейт поздравляем хоть с маленькой, но вот такой вот победой, но все-таки по существу, если говорить, то команда Вигейминг продолжает свое шествие по турнирной таблице дальше с победой и укрепляет за собой вторую строчку. Ну, пока, кстати, они на первом, по-моему, находятся. Постепенный рост у Дэнди происходит. Постепенный. Какой к черту Веномансер? Ну, вот серьезно. Как вообще они до этого дошли? Мало того, что этот герой, он бы в любые, в абсолютно любой встрече любых команд, это был бы, на мой взгляд, скорее неоправданный риск. Только разве что вы совсем проиграли драфт и вам нужно только на каком-то нереальном темпе задавить. Так мы еще всю серию идем к тому, что тот, кто берет Лейт лучше, тот выигрывает. Начало потрясающего Веномансера и Вивера лучше не придумаешь. Один из двух героев, не, из трех героев, против которого можно задынаить оппонента. И что происходит с Селенсером? Он дынается, Вивер отдает ФБ. После этого единственное, что мог Веномансер в этой игре задавить Войда на линии. Как тебе давление? И дынается. Это просто худший герой, возможно, в доте, который только есть. Более того, это худший герой для данной серии, в которой нужно было играть в Лейт надежно, а Веник — это максимально неудачный для этого персонаж. К сожалению, я просто утвердила свое мнение, что единственный Веник, который выигрывает на данный момент на прост сцене, не говорю за Китай, я там сейчас слабо представляю, что происходит, это Тоби из европейских дивизионов. Единственный пока что представитель, который умудряется как-то выигрывать на Венике. Да и долгое время уже умудряется. Да, тут у Бейт немало проблем возникло. Из всех трех карт это прям самое однокалиточное получилось. Линии в хлам залиты, причем все плохо было и у Нвокера, и у этого Веномансера. Плюс-минус все неплохо шло у ТБ, но, к сожалению, кроносферы уже там быстро все расставили на свои места. Просто тот самый контроль, который ничем не контрится, и, к сожалению, таким и остается. Он реально, как бы, появление этого вайта пофиксило все те проблемы, которые были в драфсе у Вигейминга. Мы отмечали отсутствие контроля через БКБ, которым можно было тех, кого есть, держать. И тут после старта такого с линией именно с Веником трудно было что-то придумать, что можно сделать, потому что Веник может еще как-то помешать залезть на хайграунд, конечно, но не против Вайда, который просто купол поставить и плевать хотел на все твои плевки. Интересно еще посмотреть на игру Тоби, как раз разобрать ее. Я практически уверен, что это должна быть целая концепция игры. То есть вряд ли можно просто взять Веномансера в любой ситуации, и он будет эффективен. Я бы сказала, что это не та дабла. Хочется иметь с Веником на линии нормальный стан, поделать гель давать, вот, соответственно, тупо из атаками спамить. Либо ставить варды, хотя на лейник стадии далеко не всегда просят их качать, потому что можешь просто противника раскормить. И вот одна из последних треносфер, которая просто многое расставила на свои места. Да и, в принципе, хроны были очень качественные наивы, прям 20 из 20 я отыграл, так что слава тебе, Господи, VGaming, что не споткнулись об эту команду. Да, это была важная серия. Да и следующая важная, Дахаку тоже так бы лузынки хотелось бы. Ну, в общем, это прям вот сплошное расстройство. Я до сих пор думаю, что если бы они взяли что-то, ну, понадежнее, игра могла бы получиться интереснее. Все равно эти проблемы... Да дали бы Мустан Кинга его дефолтного, я думаю, что-нибудь получилось бы. Да, все проблемы были бы те же самые. Был бы Войт, который ставит хроносферу, и вот такие вот. Вот Саня Аранл, оригинального, как мужик, который с утра в ларек с бивасом заглядывает. Ну, оригинального поймали все-таки. Не, ну, просто вот что, как ни крути, Террор Блейд в хроносфере от ОД страдает очень сильно. Но вопрос в том, что будь это герой там со станом, с каким-то уроном, с чем-нибудь, Войта можно было бы вот хотя бы сейчас фокуснуть, но Венек, он не обладает берстом, у него слишком, слишком мало урона, в принципе. Он какой-то, он должен брать измором. Я не знаю, я пойду сейчас игру Тоби смотреть, на самом деле, конечно, я не пойду, но я всем скажу. Сделаешь вид, да, что пошел. На твоем месте я бы все равно после матча в интервью бы поздравила в первую очередь не с победой здесь, в Вигейминг, а с первоотданной картой Бейтом. Ну, я уже просто думаю, да, как бы это правильно себе представить. Да нет, ну, как бы до сих пор все эти слова, которые мы говорим весь сезон, то, что каждый может проиграть каждому, они справедливые. Ну, просто у кого-то стрики, у кого-то игра просто не сложилась изначально, и Вигейминг на первой карте просто банально экспериментально надрафтили. Ну, нет у них опыта с кэрри темпларкой достаточного, чтобы закрывать прямо против любого пика. Это возможно сделать при определенных, так скажем, но. Но этих но не случилось, а дальше вполне обычные две карты от Вигейминг, особенно третья. То есть здесь они надрафтили нормально, исполнили вполне себе. Хотя в Айдум сейчас не так много играет людей, если говорить по про сцену. И у нас в СНГ, кроме Рамзеса, наверное, в принципе, это больше и никто на регулярном уровне. Смотри, какая вообще игра для ТБ? 1-5-1. И топорик. Топорик, да. 9800 урона. Прям вообще ничего не смог сделать. Ну, он больше крипов делал. Ну да, как правило, если ТБ вот настолько слаб, то это дело скорее в командной игре, нежели в нем самом. Так, ну что, у нас есть интервью, и мы готовы побеседовать с Эрроу. Эсламбек, приветствуем тебя с победой. В первую очередь, ну расскажи свои впечатления после этого шикарного матча. В первую очередь, хотелось бы отметить то, что мне уже лучше становится, но не полностью, конечно. А чем ты приболел? Ты просто простыл? Ну, вроде да. Есть такая, ну была такая ситуация одна. После Нового года, кстати, слишком сильно, наверное, поздравлял. Точнее, поздравлял родных, приезжал к ним. В итоге, да, поздравился. Потом поехал в город и вернулся из города уже без куртки. Понимаем. В итоге в одной рубашке просто приехал и все, и скорее всего, это простыл. Ну, главное, поздравил родных и победил сейчас. Так что, в принципе, во всем ищем свои плюсы. Поэтому, да, поправляйся, конечно же. Скорее. Исламбек, вы побеждаете. Вы сейчас промежуточно занимаете первое место в своем дивизионе. Ну, а да, у нас еще впереди игра и у цисов будет и так далее. То есть, это цифра один, она пока временная, но, возможно, для вас она станет уже действительно, ну, итоговой. Скажи, пожалуйста, вы единственная команда также, кто отдали карту бейтом. Этот момент вас немножко расстроил или как-то, в принципе, вы даже об этом не думали? На самом деле, мы заслужили это поражение, потому что никто не был сфокусирован. Ну, мы как-то слишком несерьезно, что ли, относились к сопернику. Думали то, что так же 2-0 закроем, но и в итоге ничего не получилось. Кто-то сидит вообще просто кашляет, кто-то в Альтабе сидит. В итоге доиграли. Ну, вот сидим все кашляем, просто игра идет, файт начинается, мы начинаем кашлять все. Я, кстати, всех заразил. Ты тебя грозил, да? Да, я всех заразил, так что спасибо мне. Можно, Герман, я это перехвачу у тебя? Ну, во-первых, ты уж береги себя, то все-таки холодно на улице, так можно и слечь, и вообще и на мажор не поехать, да, даже на второй, который вроде как должен состояться. Вопрос такой, вот твое вообще, твое концептуальное видение, мнение, оценочное суждение на Веномансера в последней катке. Веномансера в последней катке. Мы понимали, то, что, ну, против Войда Веник, конечно, хороший, но в игре он ничего не сделает. Какие случаи, то, что игра начинается, мидгейм начался, файт начинается, он просто умирает за Sonic Wave, не знаю, за подкоп, за стан. Большое спасибо, я максимально доволен. Ну, то есть, вы сразу, да, поняли, прямо вот на месте, не сходя на трап, еще что это. а что у вас так прям критически не так пошло в первой карте? С какого момента? Мы кашляли. Мы кашляли, да. Вы, как вы считаете, в вашем драфте можно было победить или проблема где-то вот дальше началась? В каком моменту вы получили игру? Было было победить, потому что мы вначале ничего не сделали, да и не могли, в принципе, что-либо противопоставить сопернику. Мы просто слишком пассивно сыграли, а это не в нашем стиле вообще. Если мы играем пассивно первые 15 минут, то все, можно уже гг заколить, в принципе. Как оцениваете свои шансы против Дахака? За сколько закроете? 2-0 будет. По 20 или по 30? По 17. Ставки приняты? Ставки приняты, ставок больше нет. Исламбек, я дам тебе еще слово. Если у тебя есть, конечно же, передать привет и кому-то пожелания, то сейчас тот час, когда ты это можешь делать. Привет всем фанатам, всем болельщикам, которые поддерживали меня даже когда я болел. Писали теплые слова в комментариях, когда я не мог играть. И привет своим друзьям, привет всем, кто меня смотрит и поддерживает. Исламбек, огромное тебе спасибо. Еще раз тебя с победой, но и самое главное, здоровья, там не болеете на буткемпе. Спасибо большое. Надеюсь, скоро выздоровеем и точно 2-0 закроем и страйк по 17, как я и говорил. Будем надеяться. Давай, удачи. Все, до свидания. Ну, это, клипуем, клипуем и ждем матча с Винстрайк. Да, интересная, конечно, команда V-гейминг, но ответ про Ведомансера мне понравился. А я думала, чем конкретно он против Файда хорош, что он именно конкретно имел в виду? Ну, он типа на линии, он наносит периодический урон и Водит не может его таймволком вернуть весь разом. То есть он дает таймволк, возвращает урон за 2 секунды, а яд продолжает тикать. Но дальше это внезапно перестает работать. Да, прикольно, прикольно получилась серия. Действительно, похоже было на то, что они к первой не собрали. Мне больше понравилось, да, что это вот сравнение, вот две версии есть. Вова говорит после первой карты, можно ли было выиграть таким пиком, как у V-гейминг? Я вам скажу, конечно, да. И тут Сламбек говорит, можно ли было выиграть нашим пиком, учитывая то, что против нас взяли? Ну, мы ничего не могли сделать. Не на линии не выиграли. Он же сказал, что они как раз не могли выиграть, потому что они провели слишком пассивное начало. И мы тоже говорили, что их пиком нужно было активнее играть. То есть, в принципе, тут все сходится. Но ты все-таки хорош, Вов. Надо это... Я хороший. Хороший Сламбек. Вот как надо отмечать Новый год? Поехал. Ну, не повторяйте этого дома. Но если у вас не было такого, что вы уходите что-то отмечать зимой и возвращаетесь без куртки, у меня к вам большие вопросы. Мне кажется, у каждого такая ситуация была. У тебя была такая даже? Никогда в жизни. Я тоже не знаю. У меня просто была. У тебя, в принципе, насыщенная. У Исламбека тоже. Давайте группу посмотрим перед тем, как уйдем на паузу. Вот, соответственно, VGaming занимает пока первое место, но впереди еще и у CIS'ов, и у Hydra игра. Да все, они себе топ-2 точно гарантировали, по идее, с Regix и Hydra решат все. Переигровки они себе гарантировали. Да, то есть есть шанс, что придется переигровку играть, но и у Hydra там, по-моему, не последняя же встреча с CIS'ами, там еще что-то есть. Смотри, ситуация такая. Если VGaming проигрывают винстрайк, то получается у нас 5-2, потенциально 5-2 и еще у кого-то 5-2, то есть на три команды переигровка. Если выигрывают, то все, у них уже 6-1 и их никто не догоняет. Ни CIS' Реджекс, ни Hydra, потому что у одной из команд будет 5-2. Да, так что будем дальше наблюдать. То есть у нас две команды по 6-1 могут выйти дальше, но посмотрим. Бэйт, кстати, вылетели. Гарантированно. Да, после шести поражений таких вот сухих точно. Но зато теперь у них не единичка в разделе побед. Поздравляем, открываем шампанское, господа. Детское шампанское за победу на карте, но не в серии. За детский мат, который поставил Дэнди на первой карте против Кэрид Эмбар. Детский мат был у меня здесь, когда я смотрел на этого виномансера. Какой виномансер? Что здесь случилось? Именно так я и говорил. Да, отпустим команды 2-го дивизиона. Дорогие друзья, впереди еще у нас 2-3 первого дивизиона, но они пройдут после паузы, после которого мы к вам вернемся уже соответственно с другими матчами.